Прогуляться звёздной ночью, посидеть на ночной террасе кафе и даже погладить знаменитую лошадь – всё это стало возможным для зрителей нового мультимедийного шоу «Ван Гог. Ожившие полотна». По всей стране эту выставку посетило уже около миллиона человек. В Сочи экспозиция прибыла в обновлённом Full HD формате. Необходимо такие культурные вещи развивать, я считаю, чтобы можно было всем гостям и жителям нашим как можно больше наслаждаться красотой какой-то и узнавать историю, и знакомиться с живописью. Прекрасно. Я считаю, что это вообще очень крутое начало. И такие пространства, если их будет больше, то это вообще очень здорово обогатит здесь уровень культуры вокруг нас. Специально для выставки в Олимпийском парке установили шатёр общей площадью 2000 квадратных метров. В нём представлены более трёх тысяч динамических изображений, связанных с жизнью и творчеством Винсента Ван Гога. Картины проецируются на огромные экраны, что позволит оказаться внутри работ художника и детально рассмотреть знаменитые полотна. Это большой проект, дающий возможность за относительно небольшой промежуток времени всё это поглотить. И, естественно, это всё сделано в современном стиле. Мультимедийная выставка, она так и называется. Зритель, это очень часто происходит, понятно, погрузившись в азы восприятия, уже интересуется творчеством более глубоко. Это правда. Поэтому любому, даже маленькому ребёнку это будет интересно. По задумке создателей проекта, гости выставки должны проникнуться эмоциональным настроением Ван Гога. А потому пристальное внимание уделено музыкальному сопровождению. На выставке звучит традиционная японская музыка и классические мелодии. Здесь больше совокупность всего. Театр, визуал, звучание, всего. Это очень здорово. Потому что я была до этого в Ван Гоге. И, ну, это довольно скучно. А вот на такие мероприятия нам с удовольствием хочется ходить. Ожившие полотна Ван Гога можно увидеть ежедневно в Америтинской низменности напротив гостиничного комплекса «Богатырь». Выставка будет работать до 11 октября. Затем отправится в Минск. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».